МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поэтому надо, чтобы нотариусы сами делали запрос в органы МВД, потому что МВД тоже людям отвечает, что они такие справки не дают. А вот у Валентины разногласие с управляющей компанией, которая неправомерно выставляет завышенные счета за отопление, так что у женщины сумма переплаты за полтора года уже достигла 10 тысяч рублей. Конституционный суд принял решение о перерасчете по индивидуальным приборам учета, у кого были. Управляющая компания просто воспользовалась тем, что не все жители нашего дома провели поверку своих счетчиков и стали всем, невзирая ни на что, начислять это начисление по общедомовому прибору. С такими вопросами Валентина и Галина, как и многие жители нашего округа, пришли в День юстиции за правовой поддержкой. Ведь только здесь можно получить всестороннюю и комплексную, а главное – бесплатную юридическую помощь. Вопрос Галины на личный контроль взял начальник управления Министерства юстиции, а разрешить спор Валентины помогут опытные адвокаты. В этот день работу с гражданами вели также нотариусы, прокуроры, сотрудники МВД, Росреестра, службы судебных приставов и других компетентных органов. На сегодняшний день у нас записалось 32 человека по различным направлениям деятельности, начиная от земельного законодательства и вопросы, связанные с защитой прав потребителей. Думаю, что проект будет успешным, будет реализовываться и в дальнейшем. Вот такая практика, когда все приезжают на территорию, где люди, соответственно, могут в короткой дистанции, не сильно меняя свой образ жизни и не тратя деньги на какие-то перемещения, и время огромное на перемещение в другие города, смогут получить вот такую правовую, прежде всего, помощь. Такие выездные приемы, которые проходят по инициативе Минюста непосредственно руководителя Михаила Юрьевича, они дают очень большое поспорье нашим гражданам для того, чтобы в одном месте встретиться сразу с несколькими ведомствами, задать вопросы, наводящие, ну и, конечно, взять в работу те проблемы, с которыми приходят наши граждане. За помощью к Екатерине Юрьевне, как правило, обращаются с остросоциальными и семейными вопросами. В День юстиции таких тоже было немало. К примеру, обращение многодетной мамы, опеку над ребенком которой суд решил передать бабушке. Это заявление этой женщины, этой мамы попадет в отдел, где занимаются вопросами социального характера. Там есть специалисты, которые занимаются непосредственно и помогают решать вопросы, в том числе и опеки или ограничения в родительских правах. Я думаю, что мы разберемся в ближайшее время. Главное, чтобы были все достаточные документы на это. Квалифицированную бесплатную поддержку теперь может получить каждый гражданин. День юстиции будут проводить раз в квартал во всех округах Московской области. О проведении очередного приема граждан можно узнать на сайте Министерства юстиции. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».